Чтобы лучше понять, о чем пойдет речь, представьте ситуацию. Есть плательщик налога по упрощенной системе организации или индивидуальный предприниматель. Помещение под офис он арендует, но все площади в текущем году ему, к примеру, не нужны. Налогоплательщик имеет право сдать их в субаренду, но стоит учитывать некоторые нюансы. По общему правилу, субъекты хозяйствования, применяющие упрощенную систему налогообложения, являются плательщиками налога на недвижимость в случае, если общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся у них в собственности либо в аренде, превышает 1000 квадратных метров, либо при сдаче этого имущества в аренду. При этом субъекты хозяйствования, сдающие в аренду несобственное имущество, то есть передающие имущество в субаренду, не вправе применять упрощенную систему налогообложения. Право применения упрощенной системы налогообложения утрачивается с месяца, в котором помещение сдается в субаренду. Плательщик обязан перейти на общеустановленную систему. Вернуться к упрощенке при желании и соблюдении всех условий можно будет не раньше, чем через год. Следует обратить внимание, если в течение календарного года организации перешли с упрощенной системы налогообложения на общий порядок уплаты налогов, в следующем году они также не справят применять упрощенную систему налогообложения и должны уплачивать налоги в общеустановленном порядке. Уведомлять налоговые органы о переходе на общеустановленную систему налогообложения не требуется. Подробную информацию по этой теме и многим другим всегда можно найти на сайте Министерства по налогам и сборам. Консультативную помощь готовы оказать и сотрудники отделов информационно-разъяснительной работы инспекции. Субтитры создавал DimaTorzok